Всем привет и с вами канал Старт. Живи с комфортом и сегодня хочу поговорить об особенностях пилетной горелки ретортного типа, которые используются в котлах Старт. Очень часто нас спрашивают, а есть ли в котлах Старт авторожек? На что я отвечаю? А для чего он вам нужен? Если он требуется только для первоначального запуска пилетного котла, то рожек котла пилетного без всякой автоматики, без какого-то автоматического рожека производится буквально за 2-3 минуты. Гораздо сложнее пожарить шашлыки или разжечь уголь для шашлыков, чем запустить пилетный котел Старт. Это первый момент, но в то же время автоматический рожек в пилетных котлах существует. Но в каких случаях он есть? Он есть в двух случаях. Первый случай, когда вы почистили котел, провели техническое обслуживание котла. После этого вы можете без каких-то дополнительных манипуляций по разжиганию просто нажать кнопку на блоке автоматики, автоматического режима и котел у вас разгорится. То есть угли, которые у вас находятся внутри чугунной пилетной горелки, за счет того, что будет подан воздух в зону горения, они у вас разгорятся и котел у вас продолжит работу в том же режиме. То есть повторно разжигать вам не требуется. Именно об этом многие спрашивают подразумевая есть ли или нет авторожек. Поэтому разжигать котел требуется всего один раз за отопительный сезон, только в самом начале. Имеется ввиду вручную разжигать. Второй момент, когда требуется автоматический розжиг, это тот случай, когда у вас произошло отключение электроэнергии. У вас остановился котел и если у вас котел потух, то без автоматического розжига он естественно у вас не запустится. В котле старт, если произошло отключение электроэнергии на время около четырех часов и потом она восстановилась от электроэнергии, то после этого автоматика пилетного котла включится, начнется подаваться топливо, начнет дуть вентилятор и пилеты у вас разгорятся. То есть автоматический запуск котла, автоматический розжиг котла после пропадания кратковременного электроэнергии здесь существует. Поэтому в двух случаях автоматический розжиг в пилетном котле старт он есть. Если хотите что-то добавить к этому вы можете задать комментарий какой-то свой вопрос, я обязательно на него вам отвечу. Если вам интересна эта тема про пилетные котлы, обязательно ставьте лайк. Буду знать, что нужно продолжать делать видео по этой тематике и вернемся снова к авторозжигу. Но существует небольшое ограничение как для второго случая, когда пропала электроэнергия и котел у вас включается и пытается разжечься. Вот режим разжигания включится только в том случае, если температура теплоносителя у вас выше температуры выключения блока автоматики. То есть в блоке автоматики есть параметр температуры выключения блока. Поставили допустим 30 градусов. Если температура у вас не упала ниже 30 градусов, находится выше 30 градусов, то только в этом случае у вас котел включится и начнется процесс разжигания. В противном случае электроэнергия восстановилась, у вас в котле 10 градусов, то никакие разжигания у вас уже невозможно. Придется снова вручную разжигать. Но если у вас теплый дом, хорошая система отопления, то за четыре часа вряд ли у вас температура упадет в системе отопления ниже, чем температура внутри вашего помещения. Поэтому обратите внимание именно на этот параметр температура выключения блока автоматики, чтобы авторожек у вас все-таки возник по стечении вот этих четырех часов. А сейчас вы увидите как происходит именно вот этот запуск пеллетной горелки, когда она уже простояла достаточно долгое время, когда визуально вы не видите никаких каких-то горящих углей внутри горелки. Но в то же время, когда начинается подача топлива, эти угли начинают видимо шевелиться, разрыхляться где-то внутри угольки горящие остаются, начинает поддаваться интенсивный кислород и возникает этот интенсивный факел огня. Поэтому сейчас включу горелку в автоматический режим. Сейчас у нас котел стоит, отдыхает, чтобы продемонстрировать вам вот этот весь процесс. Поэтому сейчас смотрите. Ну и в конце как всегда напоминаю подписывайтесь на канал youtube, ставьте лайки, задавайте комментарии. На канале всегда интересная полезная информация. Ну а теперь смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok